всем привет с вами азбука от семантики сегодня мы поговорим о том что такое алгоритм королёв поисковой алгоритм королёв алгоритм яндекса нового поколения система с помощью сигналов нейронной сети совмещает семантику запросов пользователей той информации которую они ищут с помощью новой версии ответы на вопросы яндекса стали более точными и релевантными а количество соответствующей информации для сложных запросов увеличилась например вы видели картину с кричащим человеком она вам очень понравилась и вы решили найти в интернете но вы не знаете ни имени автора не название самой картины поэтому делайте следующий запрос конечно полотно не называется картина где человек кричит но поисковик все равно помог нам найти на то что мы искали в этом и есть принцип работы алгоритма королёв система ищет не только название материалов но и сам текст размещены на странице такой же алгоритм работает и в google но уже по другим названием рэнк брейн новый алгоритм королёв это усовершенствованная версия предыдущего алгоритма компании который носил название полях он был представлен в ноябре 2016 года и стал первым шагом в сторону семантического поиска его основная задача лучше понять содержание контента на страницах в поляхе также использовались нейронные сети для поиска информации но именно в королеве увеличено их влияние на распределение сайтов поиски вот в чем отличие этих алгоритмов в королеве выстроена целая система сравнения смысла запросов яндексе привели пример запросов ленивая кошка из монголии ману целью двух этих запросов являются найти информацию о мануле и новый алгоритм яндекса королёв удовлетворит оба варианта поиска в поляхе нейронные сигналы вступали в действие уже на последних этапах распределения информации и останавливались примерно на 151 документах из-за такой схемы поиска терялось довольно много документов особенно сложных которые могли бы быть именно теми что пользователь искал королёв ранжирует информацию уже на стадии индексирования что приводит к вычислению 200 тысяч документов после выпуска королёв поисковик смотрит не только на заголовок страницы но на ее содержание и на текст яндекс не достиг бы таких высот показателей без прямой связи с пользователями но в алгоритм совершенствуется обучается с помощью обезличенной поисковой статистики система статистики учитывает с какого запроса пользователь зашел на ту или иную страницу если он провел на ней много времени тогда вполне резонно предположить что это именно та страница которую он искал это значит что поисковик выдал правильный ответ на вопрос пользователя люди являются главными помощниками машин в этом деле яндексу нужна реальная оценка качества поиска от своих пользователей поэтому они создали специальную платформу яндекс толока пользователи сервиса анализируют и оценивают работу поисковой системы они помогают компании улучшать качество работы алгоритма и получают за это денежное вознаграждение раньше этим занимались нанятые работники асессоры но с ростом рынка спроса их стало катастрофически не хватать это и есть основная причина создания толоки на данный момент численность участников толоки составляет больше миллиона человек с помощью алгоритма королев яндекс существенно сможет улучшить качество поиска люди сами делают свои запросы в яндекс лучше и чем больше людей будет привлечено в данный сервис тем меньше неудач в поиске нас ждет в будущем так же как и в алгоритме прошлого поколения полях текст сайта с помощью нейросети преобразуются в смысловые векторы королев высчитывает градиенты страниц не в тот момент когда вы делаете запрос а намного раньше на этапе индексирования как только сайт проходит индексирование к нему уже прикрепляя прикрепляются некоторые ключевые слова которые способствуют дальнейшему упрощению поиска информации поэтому когда вы вводите информацию яндекс уже выдают семантически схожие страницы также система способна устанавливать связь между данными единичными запросами и другими запросами которые способствуют попаданию пользователя на ту же страницу да данный алгоритм в некоторой мере изменил поиск в яндексе вот некоторые точные данные о том насколько сильные есть изменения как видим изменения не являются феноменально большими особые изменения произошли в возрасте документов в топ-100 поиска свежие документы теперь будут появляться намного чаще оптимизировать статьи под королев нет смысла потому что система учится определять смысл текста самостоятельно а это значит что в скором будущем в работе оптимизаторов значимость текстовой оптимизации значительно снизится на сегодня все напоминаем что все выпуски азбуки доступны в текстовом видео нас блоге ссылка будет в комментариях под этим видео с вами была азбука от семантики подписывайтесь обучайтесь обращайтесь